МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Открытый чемпионат области по хоккею с мячом, соревнования по художественной гимнастике и состязания легкоатлетов. Об этом в ближайшие несколько минут расскажу я, Юлия Мишурнова. В эфире рубрика на спорте. Здравствуйте! Ледовые баталии прошли в выходные на стадионе Амур. Там провели открытый чемпионат области по хоккею с мячом. До середины 90-х этот вид спорта был очень популярен в Преамурье, но потом пришел в упадок. Возродить его любители русского хоккея решили год назад. На первые региональные состязания пригласили гостей из соседних регионов. Кто стал лучшим, ответим в сюжете. Шайбу, шайбу! В этом хоккее кричать не принято. В ворота спортсмены закатывают мяч. Весит он около 65 граммов. Достаточно легкий, чтобы противостоять ветру, который буквально бушевал в выходные на стадионе Амур. Команда из Абайкаля для такой погоды припасла специальную тактику. Первый тайм старалась играть по ветру. А вот холодом гостей счеты не напугать. Видели условия и пожестче. Ездили в город Нижний Новгород. Там погода стояла 43 градуса. Делали три периода по 20 минут. Мячики вот эти наши хоккейные прям ломались. Вот угловой подают, удар бьет, он прям мяч разлетается вот так на ходу. Вот правда это при мне было в Нижнем Новгороде. Семь мячей сломали за матч. В этот раз обошлось без поломанных мячей. Игры проходили мирно, но не просто для амурских команд. Хоккей с мячом в область после длительного застоя начал возвращаться всего год назад. В то время как для соперников из-за Байкаля и еврейской автономии этот спорт имеет давние традиции. Мы уже изначально думали, что команды сильные будут. Потому что Абербиджан, там у них есть еще давняя традиция. У них были команды, которые играли в высшие лиги. И сейчас у них есть детская спортивная школа, прям по хоккей с мячом. И вот они привезли ребят, воспитанников этой школы, которые подтверждают свое мастерство. Сегодня мы с ними играли, команда Благовещенская. Было приятно с ними играть, именно настоящий русский хоккей. В Преамурье тоже начали растить будущих чемпионов. В этом году детские тренировки по хоккею с мячом стартовали на базе двух стадионов. В группы набирают ребят от шести лет. Андрей Кириллов – один из тех, кто предпочел этот вид спорта – хоккею с шайбой. Я занимаюсь где-то четыре месяца, выбрала этот вид спорта, потому что мне кажется, что он легче. Но хотя поля больше и ворота тоже. По итогу же открытого чемпионата области главный приз с собой увезли забайкальцы. Вторыми стали хоккеисты из Биробиджана, третьими – сборная Благовещенска. Принимала Амурская столица и чемпионаты первенства Амурской области по легкой атлетике. В состязание собрали две сотни спортсменов из разных уголков региона. Кроме юных воспитанников спортивных школ, в них поучаствовали и опытные атлеты старшего возраста. Как отмечают тренеры, после 20 в этом виде спорта все только начинается. Легкая атлетика – на то и королева, потому что она всем возрастам покорная и любой комплекции, как вы понимаете. У нас есть клуб любителей бега, где люди бегают довольно-таки преклонного возраста и участвуют в очень длинных пробегах. Естественно, это тренировки. Без тренировок ничего не будет. Соревновались атлеты в беге на 60, 200, 400, 800, 1500 и 3000 метров. Прыжках в длину и высоту, тройном прыжке и толкании ядра. По итогам состязания сформируют сборную региона, которая представит область на дальневосточных стартах. Они пройдут в начале 2023-го в Хабаровске. За звание лучших в Преамурье сражались и художественные гимнастки. Чемпионаты первенства области собрали 30 спортсменок из Благовещенска, Тамбовки и Белогорска. Тех, кто достоин побороться за право представлять регион на дальневосточных соревнованиях. Чтобы не отвлекать девочек от учебы, турнир провели в два потока для тех, кто учится в первую и во вторую смену. Для каждого спортивного разряда свои требования. Так, до первого включительной гимнастки демонстрируют судьям программу с тремя предметами на выбор и одну без предмета. Начиная от кандидатов в мастера спорта, упражнения с четырьмя предметами, к которым добавляется лента. Я сегодня выступаю с обручем и мячом. Для меня самое сложное – это мяч, потому что он скользкий в руках. И все-таки с обручем я работаю дольше, чем с мячом. По итогам областных соревнований сформируют сборную области на чемпионаты первенства ДФО. Они запланированы в начале февраля в Хабаровске. В прошедшем году амурская спортсменка сумела на дальневосточных соревнованиях завоевать серебро. Принес год и другие достижения. Мы ездили и на сборы в этом году в Калининграде. В Калининграде участвовали впервые так далеко. Участвовали в соревнованиях. У нас там девочка победила по мастерам спорта. И плюс ее еще назвали мисс турнира. И эта же девочка в этом году попала в сборную ведомства «Восход» и выступала по программе мастера спорта сейчас в Ульяновске. Больше 50 катков и ледовых площадок будут ждать любителей зимнего отдыха в новогодние праздники. На тех, что расположены во дворах жилых домов, кататься можно практически круглосуточно. Многие открыты с 9 утра до 23 часов, в том числе 1 января. Самые крупные катки на стадионах «Амур» и «Юность» ждут горожан со 2 по 8 января ежедневно. На «Амуре» можно покататься с 13 до 20 часов, на «Юности» с 12. Вход со своими коньками, как и час проката, на обоих катках обойдутся в 100 рублей. При этом на «Юности» дети до 7 лет могут покататься на льготных условиях. Вход на стадион для них бесплатный, а час проката всего 50 рублей. Профессионалы напоминают, в новогодние праздники на льду нужно быть особенно осторожными. Подбирать одежду по погоде детям рекомендуют использовать защитную экипировку. Взрослым не приходить на каток под шофе. Это была завершающая новость нашего выпуска и уходящего года. Пусть новый 2023-й будет для вас и ваших близких не только активным и спортивным, но еще здоровым и самым-самым счастливым. С наступающим вас Новым годом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова